Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской атомной электростанции в студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Противоаварийная тренировка. Открытие учебного центра ГОИЧС. Ремонт моста. Новая велосипедная и пешеходная тропа. В городе прошли линейки нового учебного года. На Смоленской АЭС в работе второй и третьей энергоблоки. Общая мощность составляет 2011 мегаватт. Энергоблок номер один с 5 июля находится в плановом среднем ремонте. За август месяц энергоблоки станции выработали более 1,5 млрд кВт-ч. электроэнергии, что превышает плановое задание на 62 млн. План месяца выполнен на 104%. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 13,5 млрд кВт-ч. Сверх плана 331 млн кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значением. Смоленская АЭС подтвердила готовность к оперативному реагированию в ходе плановой противоаварийной тренировки. 27 августа 2020 года на Смоленской АЭС прошла противоаварийная тренировка, в ходе которой персонал отработал взаимодействие с внешним формированием Центром аварийно-спасательных операций «Экоспас». Цель тренировок – отработка правильных действий по защите персонала атомной станции и населения, проверка эффективности мероприятий по предупреждению ликвидации нештатных ситуаций и готовности противоаварийных формирований к устранению ЧАЭС. Подобные тренировки очень важны, поскольку они, во-первых, помогают определить узкие места в действиях персонала и в наличии средств для ликвидации различных аварий. Ну и во-вторых, это просто отработка, скажем, правильных действий в ликвидации любых нештатных ситуаций. Это очень важные вещи, поскольку тренировки всегда приносят положительный результат. Также 17 сентября на Смоленской АЭС запланировано проведение очередных учений с участием команды «Экоспас», где будут отрабатываться совместные действия в условиях условной нештатной ситуации. Управление по делам ГОЭЧС Десногорска победило в конкурсе фонда «Содействие развитию муниципальных образований Ассоциация территории расположения атомной электростанции» с проектом «Атомград. Информированность и защита». На полученный грант в размере более полутора миллионов рублей создан современный многофункциональный учебный центр, который располагается в здании управления по делам ГОЭЧС. Открытие состоялось 27 августа. Очередным шагом развития системы гражданской обороны нашего города является приобретение уже в 2020 году специализированного спасателя автомобиля, который будет оснащен всем необходимым инструментом для спасательных операций, для каких-то операций по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Учебный центр представлен интерактивным учебным классом, оснащенным мультимедийным оборудованием и наглядными пособиями, где будут проходить теоретические занятия в виде лекций, учебных фильмов, видеороликов и презентаций, а также демонстрационной площадкой по тематическим направлениям для проведения практических занятий. Первый этап мы успешно преодолели, мы создали материальную базу. Следующий шаг – это получение лицензии, это организационно-штатная структура, это создание и развертывание учебных планов, занятий, расписаний. И с нового года, я планирую, мы полноценно начнем работать. В Десногорске продолжается капитальный ремонт мостового перехода через Паводковый водосброс. До конца 2020 года ремонт будет выполнен в полном объеме. Мост станет шире и будет отвечать всем требованиям безопасности и охраны окружающей среды. Финансируется масштабная реконструкция концерном «Росэнергоатом», поскольку данный объект является частью гидротехнических сооружений атомной станции и его безопасная эксплуатация находится в зоне ответственности предприятия. На основании заключения специалистов руководством Смоленской АЭС было принято решение о капитальном ремонте важнейшего гидротехнического сооружения, которое обеспечивает пропуск воды во время сезонных паводков и поддерживает рабочий уровень водохранилища. Было проведено обследование специализированной организации и Смоленская АЭС заключила договор на ремонт мостового перехода. Меняться будет полностью балки моста, будет мост расширяться, то есть проектом предусмотрено расширение не менее как на полтора метра моста. Будет выполнен пешеходный переход, безопасный через мост, соответственно, и дорога через мост станет шире. Работы ведем в соответствии с графиком. Сейчас работы ведутся по разборке верхнего строения, покрытие, скажем так, моста, расширка швов, ну и демонтаж балок. После демонтажа будут ремонтироваться опоры, и где-то в сентябре у нас получится, что выйдем на монтаж правой стороны. Чтобы минимизировать неудобства при передвижении транспортных средств населенные пункты, садоводческие товарищества, санаторий и профилакторий «Лесная поляна», разработана и согласована в администрации Десногорска и ГИБДД, оптимальная схема движения с реверсированным движением, с устройством светофоров по обе стороны моста и ограничительных знаков. По просьбам Десногорсов вдоль объездной дороги строятся велосипедная и пешеходная тропы протяженностью около полутора километров. Проект реализуется при поддержке Смоленской АЭС, губернатора Смоленской области и администрации Десногорска. Данная дорожка соответствует всем требованиям. Она составляет шириной 2 метра 25 сантиметров. Она будет двухзонная с разделением в цветовой гамме. То есть это велопешеходная дорожка. Также предусмотрено освещение в количестве 42 светодиодных светильников. Созданием современной и эстетичной дорожки занимается открытое акционерное общество «Блок» – подрядная компания из Росвеля, выигравшая конкурс на производство работ. Уже снят грунт, завезен песок, сейчас устанавливается бордюр, затем по технологии выложат брусчатку. Будет и ограждение, и освещение. Так что обустройство этой территории создаст условия для безопасного и комфортного движения десногорцев. Очень рад тому, что у нас происходит строительство на объездной дороге тротуара и велосипедная дорожка. Участок такой очень опасный. Водители могут не заметить велосипедиста, который будет двигаться в любом направлении. И скоростной режим здесь многие, я думаю, что не соблюдают. Могут и быстрее ехать дозволенного. Поэтому здесь она просто необходима. Эта дорожка будет служить с точки зрения безопасности. То есть люди будут передвигаться безопасно на посвященной территории. То есть она будет с подсветкой, эта дорога. И безопасно с точки зрения того, что она не будет соприкасаться с дорожной трассой, где будут проезжать автомобили. 1 сентября во всех школах Десногорска прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. По традиции их почетными гостями стали смоленские атомщики, руководство градообразующего предприятия, ветераны Смоленской АЭС, представители администрации Десногорска, общественных организаций, депутаты городского совета. Сегодня один из самых светлых праздников в нашей стране – праздник День Знаний. С этим праздником я вас от всего сердца поздравляю. Желаю вам усердия, трудолюбия в освоении новых знаний. В новом учебном году школы Десногорска распахнули двери для 2925 учеников. Более 305 десногорцев пошли в первый класс. Учеников ждут не только новые предметы, но и изменения в школьном быту. Учебный процесс в школах будет построен таким образом, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом. Созданы все условия, чтобы пребывание детей в школах было безопасным. Всех с Днем Знаний и с началом нового учебного года. Школа готова к новому учебному году. Созданы все условия для того, чтобы пребывание детей в школе было комфортным и безопасным. Благодаря сотрудничеству администрации Смоленской области, города Десногорска и Смоленской атомной электростанции, ежегодно улучшается качество образовательного процесса. В нашей школе два юбилея. Юбилей школы 35 лет и юбилей атом-класса. Атом-класс, в котором мы с вами находимся, открылся в нашей школе в 2015 году. То есть в этом году мы делаем пятилетний набор. Атом-класс – это часть проекта школы Росатома, которая направлена на будущее нашей страны. Поэтому основная задача, конечно же, атом-классов была поставлена – это подготовить специалистов, начиная уже со школьной скамьи, именно технических специальностей, работающих в атомной энергетике. За эти пять лет атом-класс, я могу сказать с уверенностью, что он действительно себя оправдал. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской атомной электростанции. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях – Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok